Муниципалитеты докладывают, готовность школ к новому учебному году стопроцентная, у каждого на руках соответствующие акты. Более 100 тысяч школьников сядут за парты в новом учебном году. Нет вопросов по питанию, транспортному обслуживанию. Все договоренности согласованы. На подготовку к началу учебного года у нас из республиканского бюджета, местного бюджета, выделенных денег в КОМИ и участия в проекте «Народный бюджет» удалось привлечь более 20 миллионов рублей. Они ушли на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, медицинского оборудования, на ремонт двух детских садов. Благодаря этим ремонтам мы откроем еще новые группы в двух населенных пунктах, что поможет также очередность детских садов уменьшить. И тут же вопрос из Ижмы от родителей. Когда появится новая школа? Для того, чтобы строить школу в Ижме, обоснование есть. Это наличие двусменного режима 200 детей и снос ветхого здания. Необходимо руководству района, и я думаю, что мы завтра обсудим как раз с руководителем этот вопрос, осуществить мероприятие по привязке проекта, понять стоимость проекта и подать заявку для участия в приоритетном проекте создания новых мест. Многие родители выступают за переход на пятидневное обучение. Чтобы освободить субботу, предлагают распределить уроки в будние. На что представители курирующего министерства отвечают. Установление пяти-либо шестидневного режима обучения исключительно в компетенции школы, но при одном условии. Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований к режиму образовательного процесса. Например, такая возможность есть сегодня в Печоре. К слову, подобная площадка в формате «Вопрос-ответ» набирает популярность среди родителей. Встреча с чиновниками, с директорами школ дает возможность активно вникать в проблемы и высказывать свои предложения. И их точно услышат. Вопросы бывают очень разными и даже не связанные с учебой. Вот один из таких. Могу ли я дать своему ребенку на единый госэкзамен термос с чаем и бутерброды? На что официальный ответ. Наши аудитории не предназначены для приема пищи. Ребенок может взять с собой лекарства и еду, но в пределах разумного. У нас очень активное взаимодействие между родителями и советом лицея, и преподавательским составом, с директором, с Александром Васильевым Штин. Такое взаимно выгодное сотрудничество. И педагогический состав прислушивается к родителям. И родители идут просто навстречу педагогам. Активно психологи у нас выступают на родительских собраниях. В целом вопросов от родителей поступило в разы больше по сравнению с прошлыми встречами. Это значит, что им действительно интересно, как и чем живет школа и их дети. Ответы, которые не успели прозвучать во время собрания, будут озвучены на официальном сайте Министерства образования. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, Телеканал Юрган.